В сердце оживленного города Нова, где небоскребы касались неба, а неоновые огни окрашивали улицы в калейдоскоп цветов, жил человек по имени Адриан. Для внешнего мира Адриан была обычным офисным работником, винтиком в постоянно крутящемся колесе корпоративной жизни. Но под его неприметной внешностью скрывался тайный мир, полный загадок и чудес. Адриан был хранителем, стражем древних артефактов, обладающих силой изменить ход истории. В прохладный осенний вечер, когда город бурлил жизнью, Адриан получил срочное сообщение на своем зашифрованном устройстве. Сообщение было от Стеллы, коллеги-хранителя и надежного друга. Ее слова были краткими, но полными серьезности. «Медальон эпохи украли! Встреть меня в укрытии!» «Медальон из этой книги был без церемонии. Факт. Говорилось, что оно может манипулировать самим временем, и в плохих руках это могло бы привести к катастрофе. Адриан знал, что нельзя терять ни минуты. Он быстро сменил свою деловую одежду на экипировку хранителя. Раб. Темный костюм, созданный для ловкости и скрытности, он пробирался по лабиринтным улицам Нова. Все чувства обострились. Каждая тень стала потенциальной угрозой. Когда он прибыл в убежище, скрытое место под заброшенной библиотекой, Стелла уже была там, с лицом, полным тревоги. «У нас есть зацепка», — сказала она. Ее голос был ровным, но срочным. Последний раз вора видели возле старой часовой башни. Часовая башня была реликвией ушедшей эпохи, возвышавшейся над городом, как молчаливый страж. Это было идеальное место, чтобы спрятать что-то столь мощное, как медальон эпохи. Дуэт пробирался через темные уголки города, избегая уличных банд и обходя высокотехнологичные системы безопасности. Добравшись до часовой башни, они обнаружили, что она тщательно охраняется группой наемников. Это были необычные преступники. Они прошли хорошую подготовку и были хорошо экипированы, вероятно, наняты кем-то, кто знал истинную ценность медальона. Стелла и Адриан обменялись решительными взглядами. Они знали, что эта миссия испытает их навыки и решимость, как никогда прежде. Используя свою подготовку хранителя, они проникли в башню, точно нейтрализуя охранников и умело избегая наблюдения. Поднимаясь на башню, они столкнулись с ловушками, предназначенными для отпугивания любых воров. Но для стражей эти ловушки были лишь небольшими препятствиями. Наконец, они достигли вершины башни, где медальон находился в стеклянном футляре, мерцая неземным светом. Но как только они подошли к нему, из тени вышла фигура. Это был мозг кражи, отступник-хранитель по имени Кассий. «Я знал, что ты придешь», — усмехнулся Кассиус. Его глаза сверкали злорадством. «Но ты слишком поздно. С медальоном я перекрою историю по своей воле». Завязалась жестокая битва, столкновение воли и мастерства. Кассиус был грозным противником, но Адриан и Стелла сражались с непоколебимой решимостью. Судьба времени висела на волоске. В конце концов, получилась ничья. В конце концов, именно сообразительность Адриана и непоколебимая решимость Стеллы изменили ход событий. Им удалось обойти Кассиуса, разоружив его и захватив медальон. Кассиуса задержали, связанный путами хранителя, которые лишали его способностей. Вернув медальон на свое место, Адриан и Стелла поняли, что их работа еще не окончена. Субтитры создавал DimaTorzok